Дорогие мои коллеги, собратья, архитекторы, я уже привык этот день и этот праздник проводить с вами. К сожалению, сегодня не смогу. У меня идёт активная подготовка к выставке, я сейчас монтирую работы, и сегодня надо завозить, короче говоря, другие совсем планы. Я очень сожалею, что не могу сегодня быть с вами. Мне так понравилось, в общем-то, ваше мероприятие, хотя бы раз в год возвращаться, можно сказать, в свою архитектурную юность. Но помимо этого, вот эти встречи, которые я не пропускал, кажется, ни разу, у нас были раза три уже, наверное, или четыре ежегодно, мне дают очень положительные эмоции и настроения. Как известно, я достаточно критически отношусь к состоянию современной архитектуры в Иркутске, к уровню и так далее. Но когда разговариваешь с живыми архитекторами, со своими собратьями, конечно, понимаешь все сложности сегодняшнего существования и работы архитектора в современном мире. Я вас прекрасно понимаю. Хочу вас поздравить с этим праздником и приглашаю вас 10 октября на выставку в музейную студию. В 18.00 будет открытие, но не обязательно на открытие. На открытие банкета не будет, сразу говорю. Будет что-то там, какую-нибудь акцию я устрою, буду что-то рисовать вживую. И если кто хочет, может заранее с собой внутри принести любые веселительные напитки. Отдельный мой привет Олегу Бадуле за его шашлыки. Елки-палки, как обидно, что я сегодня не смогу этого попробовать у вас. Не знаю, у меня речь моя сумбурная, я весь сегодня в совсем других мыслях. Прекрасная на улице погода, да. А, я-то говорю все-таки. Так вот, я критически отношусь и пишу очень много критики. А встречи с вами дают мне понять, что все-таки этим занимаются живые и положительные люди. Я хочу только вот, как бы в качестве оправдания сказать, что, когда я критикую, обратите внимание, я не называю фамилии, я их даже не знаю. Кто что делает, кто что проектирует и так далее. Когда я говорю часто, вот это мне не нравится, это мне не нравится, это не нравится. Ну, что ж делать? Пусть на воре горит шапка, да. Но я попытаюсь всегда аргументировать. Так или иначе, нам нужно встречаться, всем нужно встречаться, нужно разговаривать, нужно общаться. Проблема вы все прекрасно понимаете. И я знаю, что 90%, 99% коллег, в общем-то, мои единомышленники. Мы единомышленники. И разве что отличаемся только тем, что я, как бы выпав из этого гнезда, теперь имею право более смело говорить о том, о чем, может быть, вы из корпоративных соображений вынуждены все-таки молчать. Ну, что делать? Я за вас отдуваю. И воспринимайте, пожалуйста, меня не как вашего критика, не как вашего оппонента и врага, а именно как помощника. Потому что я ведь радуюсь за то, чтобы Иркутск наш был красивым, чтобы он не уничтожалось его лицо, чтобы мы умели совмещать старое и новое, вы умели. Вот. К этому надо призывать, об этом надо чаще напоминать. Если не будет такого вот, как я, мальчика на балу, который может сказать, а король-то голый, то замалчивание каких-то вот этих наших проблем, оно идет вам же как бы и во вред, я так думаю. Да, вы все заинтересованы в том, чтобы с чистой совестью работать. А я пытаюсь вот как бы очищать вот эти напластования фальши, которые административные, чиновничие и так далее. Я ведь работал архитектором достаточно долго, ну, не знаю, там, в советские годы, правда, и я столкнулся, и я помню все эти проблемы, я знаю, а мне кажется, сейчас они еще больше усилились в силу абсолютного уже беспредела и безвластия, мне кажется. Кстати говоря, вот эта выставка, на которую я вас приглашаю, она и называется «Иркутские зарисовки». И там будет еще даже самый первый мой рисуночек, который я сделал в 1976 году, когда приехал в Иркутск и начал делать свой преддипломный проект. Вот. На этой выставке я покажу свои первые самые работы. И самые последние, сегодняшние буквально. И есть повод еще напомнить о том, что у нас вот в прошлом году был юбилей нашего выпуска, и особое поздравление и признательность тем, кто дожил моим однокурсникам. И вот я сейчас засмеялся и тут же вспомнил Марка Мейеровича, Марика Мейеровича. Мы с ним по студенчеству достаточно тесно общались, дружили. Он часто бывал у меня в общежитии, он был городской, а я жил в общежитии. И он как-то так немножко от дома сбегал, от родителей. И у меня мы много-много так застольничали и много говорили, еще будучи студентами 4-5 курса, о всех тех проблемах, которые, собственно, которым он пришел спустя там 35 лет к защите города Иркутска и так далее. Ну вот эта потеря, для меня это была очень сильная потеря, я думаю, для всех. Ну давайте его тоже помянем. Я думаю, вы вспомните еще многих-многих уже, которых с нами сегодня нет, в том числе и наших учителей. Все это будет, я думаю, у вас сегодня. А я к этому присоединяюсь. Всего вам доброго. Обязательно буду с вами в следующем году. Пока.